Друзья, здравствуйте! Жук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу, разберем с вами ситуацию на криптовалютном рынке. Текущая цена биткоина 36 тысяч долларов, 36-37 тысяч долларов. В прошлом выпуске я бы означал, что мы с вами к этой цене придем. Единственное, сейчас мы с вами останавливаемся в этом диапазоне. По-хорошему, должны были бы показать тест плюс-минус 40-41 тысячи долларов, но пока ушли в консолидацию. Разберем сегодня потенциал среднесрочного движения, потому что нам показали довольно хорошее перекрытие и хороший сетапчик на движение. Также, соответственно, сегодня затронем ситуацию по эфириуму и по реплу. Все, всем добро пожаловать на график. Я в очередной раз напоминаю, что в описании вы можете найти ссылочку на мой бесплатный телеграм-канал. Как только я, соответственно, буду входить в какие-то сделки, делать какие-то ордера, я сразу же в моменте дам знать вам о своих сделках. Канал уже неплохо разросся, там большая активность непосредственно в самом канале, в чате. Жду вас, вы не пожалеете. А теперь добро пожаловать на график, мы с вами начинаем. Разбор ситуации по биткоину я хотел бы начать с среднесрочного таймфрейма. Так, почему у нас только вот так вот? А вот у меня уже выставлено. Смотрите, очень важный момент. Нам с вами показывается то, что у нас с вами после дамба, который мы также с вами ожидали, дали перекрытие. Мы ожидали с вами восходящее движение, как я бы означал, в уровне 37 тысяч долларов как минимум. И получили мы здесь продажи. Но я думаю, в рамках среднесрока эти продажи большого значения не имеют. Все-таки здесь накапливается какая-то позиция. И есть вероятность то, что мы с вами будем выходить за этот канал. То есть, тестить уровень там 40-41 тысячи долларов. Я уже обозначал, здесь мои соображения не меняются. Очень высока вероятность то, что это восходящее движение будет для того, чтобы набрать лангистов, спровоцировать панику. Но все-таки давайте с вами перейдем на более крупные таймфреймы. Так почему-то у меня вся разлиновка пропала. Но не важно. Вот у нас есть с вами очень важный канал, за который нас маловероятно с вами будут выпускать. То есть, потенциально здесь могут набрать лангистов, но уже очень сильно ослабленная поддержка. Плюс мы с вами довольно четко наблюдаем смену тренда. Напомню вам то, что если мы смотрим с вами глобальный тренд, нисходящий, у нас с вами еще запас подвижения есть. И по поводу, что-то много народу мне пишет, что это типа нихера не смена тренда, а просто коррекция и тому подобное. Нет, друзья, вот мы с вами рассматриваем вот эти фракталы, которые стоят очень четко, их очень четко отторговывали. Отличный проект, доказавший свою честность и надежность, на котором можно делать большие деньги, это bull.eth.io. В этом проекте работает топовая команда по трейдингу, что показывает одни из лучших результатов на рынках крипты в день. На этом проекте можно делать от 3 до 9% ежедневной прибыли с возможностью в любой момент вывести весь свой вклад с дивидендами. Я лично вложил в данный проект 8 эфиров и получаю ежедневно по 9% прибыли. Могу с уверенностью заявить, что проект надежный, быстро обрабатывает выводы и дает людям хорошую возможность заработать. Ссылка на проект в описании под роликом и тому подобное. Нет, друзья, вот мы с вами рассматриваем вот эти фракталы, которые стоят очень четко, их очень четко отторговывали. Как нижняя граница, соответственно, так и верхняя граница. Дальше мы, соответственно, вышли за этот уровень. Здесь получили подтверждение. То есть, как подтверждение у нас получается, мы, соответственно, пробиваем границу нижнего тренда. Дальше у нас, соответственно, формируется покупатель. Если покупатель не в состоянии пробить границу тренда и, соответственно, отбивается, это является подтверждением. То есть, мы полноценно с вами получили подтверждение на разворот. Сейчас мы наблюдаем глобальное нисходящее движение. Поэтому сразу хотел бы обозначить то, что даже восходящее движение в локалке здесь какого-то сильного значения иметь не будут. Очень вероятно то, что будут выносить где-то, ну, не будут выносить максимальный уровень движения здесь. Это 42 тысячи долларов. Почему? Потому что, ну, во-первых, у нас здесь хороший очень формируется, хороший формируется сетап на продолжение нисходящего движения. Во-вторых, люди, которые рассматривают эту фазу как некое накопление и ждут тут хорошие прострелы, они ожидают уровня типа плюс-минус там 45, 46, 47 тысяч долларов. Минимум. Это минимум на лонг. Я считаю, что очень низкая вероятность на то, что дадут здесь людям разгрузиться. На это вероятность реально очень низкая. Уж молчу про то, чтобы пойти там к предыдущему хаю. Это у нас с вами потенциальная ловушка. И здесь чего-то сверхъестественного придумывать совершенно нельзя. Какой у меня тут план по трейдингу? Я все-таки считаю, что я буду рассматривать его непосредственно от пробития уровня там 27-28 тысяч долларов, если мы смотрим с вами биткоин. Я буду честен. Я непосредственно в плане трейдинга, конечно, больше акцентирую внимание на эфириуме, потому что актив очень сильно перекуплен. И сейчас мы с вами про это поговорим. Но если вы предпочитаете торговать исключительно биткоин, то это исключительно от выхода за этот канал с подтверждением. Здесь то же самое, но маловероятно, что в текущем сетапе нам дадут такую возможность. Все-таки это уже сетап на продолжение нисходящего движения. Что касается ситуации по эфириуму, очень длительная консолидация, но давайте, наверное, покрупнее выйдем. Но я вам напомню, что актив даже в текущем состоянии очень сильно перекуплен. Даже относительно текущей цены биткоина стоимость эфириума не должна превышать уровень 1500-1600 долларов. Я вам уже обозначал то, что здесь крайне важный момент – это проход ровного значения в 2000 долларов с копейками. У нас очень хорошо уже ослаблена здесь поддержка. И проход этой поддержки, причем поддержки уже типа серьезной, нас с очень большой вероятностью отправят на уровень плюс-минус 1350 долларов. А это потенциально очень хорошее, ну, здесь видите, типа лои 1300, но уровень консолидации 1350 плюс-минус. Я, по крайней мере, рассматриваю такой вариант для трейдинга. Я обозначал тогда еще в прошлом или позапрошлом выпуске то, что по уровню 2800 вроде как и можно рассмотреть в текущем сетапе. Но соотношение риск-прибыль очень хреновое. Все-таки, когда вы берете такие сделки, вы должны себе оставлять запас под стоп. Здесь запаса под стоп не было никакого, потому что здесь могли вынести вверх очень спокойно, даже до трех с половиной, как нехер. Нет, до трех с половиной, наверное, круто. До трех с половиной круто. Ну, 3300 хотя бы, с другой стороны, до 3-300 могли спокойно это вынести. И, соответственно, даже здесь, получив восходящее движение, все равно в итоге нас тут бы отправили вниз. Плюс сама вот эта вот формация. Расширили немножко треугольничек. Здесь все-таки по фракталам у нас есть подъем, то есть подъем лоев. И можно сказать, что мы до сих пор еще движемся в рамках вот этого треугольничка, вымпела, который потенциально у нас на пробое может показать нам нисходящее движение вплоть до движения, которое было на дампе. Но я не думаю, что уже настолько взрывное движение у нас здесь получится на пробое. Но при этом все равно отправить нас могут очень классно. Хотя, в принципе, плюс-минус. Плюс-минус такое же движение могут дать легко. Особенно, если мы смотрим с вами от верхней границы, это будет правильнее. Плюс-минус могут дать движение. Здесь надо смириться с тем, что рынок у нас перешел в фазу разгрузки. Смириться с тем, что сейчас здесь будет очень большое количество людей засаживаться, если еще не засажено. И тут верить в какие-то чудеса, что это вот сейчас какая-то временная такая волатильность, и нас сюда отправят, могут только те, кто вот здесь вот покупал эфириум, вот по этим ценам. Я напомню, мы на канале по этим ценам продавали, мы на эфирме очень хорошо заработали. Здесь мы продавали, ну как продавали, я здесь продавал в шорт. То есть я здесь набирал шорт-позицию, и мы почти, по сути, это движение там до 2600. Вот с самой верхушки до 2600 мы забрали с вами шорт. Это потому что я решил не жадничать. И, кстати говоря, был очень прав. Пока что все-таки надо ждать, когда мы выйдем с этой вот вялой консолидацией, неинтересной. Потому что вот это вот зависание на одном уровне, типа с волатильностью а-ля 2300 до 2600, это, конечно, ни о чем при таком ценовом значении этого актива. Нужно что-то более импульсное, что-то более с паникой. И я думаю, что что-то более с паникой будет вот тут вот это где-то уровень, ну давайте там округлим 2150. Как только пройдем этот уровень, здесь уже начнутся довольно риски и движения, и будет возможность поймать актив. По крайней мере, я буду пробовать и вам, соответственно, дам знать свои сделки в бесплатном Телеграме. Еще раз напоминаю, ссылочка на него всегда есть в описании, присоединяйтесь. Что касается ситуации по реплу, это, наверное, уже третий выпуск, когда я говорю, что движение для него абсолютно нетипичное. Но все-таки мы должны с вами рассматривать, что здесь у нас может получиться. И может у нас с вами здесь получиться доллар 20. И это хороший процент. Очень, очень может получиться, потому что такой консолидации. У нас с вами хороший есть запас по уровням сопротивления. И вот я даже просто, ну не на вскидку, это считайте почти четко делаю, доллар 17. То есть вполне могут такую панику сформировать, будьте к этому готовы. Но это абсолютно не повод сейчас входить в ланги. Те, кто смотрит мой канал долго, давно, там сколько я уже его веду, лет 5, наверное, веду 4-5 лет, прекрасно знают, что бывают такие периоды, когда лучше свои деньги, лучше своими деньгами не рисковать. Тут именно тот период. Сам хочу трейдить, но это очень опасно. Соотношение риск-прибыль здесь прям, ну, хреновое, ну, объективно хреновое. И со стороны теханализа, и со стороны информационного фона. Вот здесь дали заработать там первой группе людей. Здесь, соответственно, те, кто на шортах проходили. Здесь очень много людей заработало. И сейчас, помимо того, что заработало, они еще здесь еще много людей засадили, которым не дадут быстро скинуть свою позицию. Потому что еще есть люди, которые купили тот же Ripple по полтора доллара и выше, и думают, что нет, это сейчас временно, это сейчас временно, это сейчас временно. Вот вспомните тогда 17-18 год, когда биткоин там типа стоил 20, даже хорошо 21, это был быстрый пик. Когда биткоин стоил 15-17 тысяч, и люди были уверены, что это временная коррекция. Я вам напомню, в итоге нас вначале отправили на уровень 6 тысяч долларов, а потом вообще опрокинули до 3,5. Поэтому и очень много людей, но вот на моей памяти, вот сколько вот была история канала, абсолютное большинство людей скинули свои позиции просто потому, что сдали нервы. И я думаю, еще вот здесь вот людям будут нервы довольно неплохо трепать, поэтому рассчитывать на то, что у нас сейчас был один импульс, и сейчас все это дело откупят, вероятность очень низкая. И, конечно, если такое покажет, будем смотреть от пробития хаев, но хаев, да, но в текущем сетапе это очень маловероятно. Еще раз говорю, здесь заглобалку обозначаю вам. Если мы, соответственно, с вами смотрим среднесрок локалку, да, здесь могут показать восходящее движение, но оно не будет каким-то суперзрывным. Два уровня сопротивления, это первый доллар 10, второй доллар 20. Цены, которые реально здесь могут показать, но даже если это покажут, дальше не забывайте по уровням поддержки. Это 41 цент, там от 41 до 45 центов. Ну а дальше сами знаете, какая там была полка консолидации, какая полка набора позиций, например, тех, кто пожадничал и здесь не закрывал свои позиции. Поэтому еще уровни стопов, которые здесь можно рвать, дохреная маленькая тележка. Просто держите это в уме. Это там с моей стороны не какой-то супер призыв, что надо так делать. Просто держите в уме соотношение риска и прибыли. И понимаете, какие здесь реальные риски. Мы с вами получили разворот тренда. Там если на рипле это не так хорошо видно, ну потому что рипл, во-первых, он под гнетом вот этого инфополя, во-вторых, все-таки он отталкивается от движения биткоина, кто бы как ни говорил. То по биткоину видно очень хорошо, что мы с вами поломали тренд, что очень малая вероятность, что в этот тренд мы вернемся, очень малая вероятность, что пробитие было ложным, точнее вероятность просто мизерная. И, соответственно, если биткоин будет продолжать падать, то и эти активы тоже будут продолжать падать. А вероятность, что биткоин сходит как минимум до уровня 23-25 тысяч долларов, очень высоко. А заглядывая, опять же говорю, если мы заглядываем вперед, то тот факт, что мы придем, например, на 23-25 тысяч долларов, сразу же даст нам следующую возможность понять, что стопы на 21 есть. Потому что люди, когда мы пробивали абсолютный глобальный хай, там 21-23 тысячи долларов в зависимости от биржи, люди же на пробитии этого хай набирали актив и стоп, соответственно, ставили под эти уровни короткий. И это глобальный стоп, это, как правило, инвестора делают, либо те, кто очень крупными активами торгует. Поэтому вероятность, что пронесут эти позиции, также очень велика. Поэтому здесь, как говорится, мое дело предупредить, а уже непосредственно решать, что вы будете делать на рынке, это вам. А я свои сделки как бы не скрываю, и я свои сделки вам обязательно покажу. Я заработал очень круто на этих движениях, очень круто. Прям охеренно. Прям вот я сейчас один офис еще открываю, и сейчас еще в другом городе планирую офис открыть. И, знаете, есть такие периоды, когда надо успокоиться. Все-таки жадность, алчность – это не про этот рынок. Вы должны это понимать и максимально четко для себя учитывать, ну, четко осознавать и учитывать это. Надеюсь, здесь мои соображения вам полезны. Я думаю, я все основные соображения вам уже дал, и здесь еще какие-то итоги подводить нету никакого смысла. Еще раз говорю, мы сами кузнецы своего счастья. Но здесь нельзя что-то вот, чтобы перекрывало беленой, или, как там, беленой глаза, что вот как долго мы не входили в сделку. Вы что, сейчас самый такой момент, когда формируют, типа, звоночек для тех, кто не смотрит глубже, что, типа, эй, друг, пора, пора, давай, набери, набери, набери. У нас есть запас. Смотри, как мы стоим. Это значит, сила, сила есть в активе. Сейчас мы как обратно до хаев отпрыгнем, а еще перебьемся. И вообще биткоин должен быть по 100 тысяч долларов. Вполне. И очень вероятно. Но вряд ли в этом году. И вряд ли не с этих значений. И вряд ли с этих значений. Вероятнее всего, мы с вами еще опустимся очень круто вниз. Нас еще промурыжат несколько месяцев. Дадут уже какую-то фазу накопления, какую-то такую вот осязаемую, очевидную. С неплохим соотношением риск-прибыль. Даже если, грубо говоря, даже если дадут, типа, как тогда дали уровень 6 тысяч, да, даже если там набрать, а потом опрокинут до 3 тысяч долларов, вам будет по барабану. Потому что вы понимаете, что когда он также пройдет консолидацию, типа, как вот тогда прошел на 3 тысяч долларов, он все равно перекроет и значения в 6 тысяч, и уйдет как минимум на 15, и уйдет и выше, и выше, и выше. Здесь то же самое. Здесь единственное, надо будет найти дно. По моим предположениям, дно где-то будет в районе, возможно, там 9300, вот такие вот значения. Это была бы крутая коррекция. Но это мы уже будем смотреть дальше. Поэтому не забывайте подписываться на канал. Надежный проект, которым я зарабатываю по 9% прибыли в день, ссылка на проект в описании под роликом. Если выпуск был вам полезен, поддержите видео лайками, свои мысли оставляйте в комментариях. Ну и еще раз, если не подписан на канал, не забывайте подписываться. До следующего выпуска, друзья, работают. Работают. Работаем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова